да чтобы заморозить движение воды человека и так далее и заряда хватает дай бог я таким не пользуюсь еще не дороже такого у меня вот такой вот есть я выезжаю с мобильным генератором 1200 джоулей и 2 горелки таких да вот горелки с лампой пилотами лет каждая по 1200 джоулей вспышка вот с ними я выезжаю мне заряда хватает я говорю я впервые получил его и поехал полетели мы со светой снимать в дюссельдорфе делать съемку я думаю ну сейчас пол дня от работы дай заряжу генератор матра были целый день и у меня ползаряда генератора ушла только работал на полной мощности хватает дай бог ему тоже батарея идет отдельно женько фрдай выключить руками держи она отскакивает да давай просто работа ассистента не моя моя кнопочка нажимать такие батареи тоже до 2 батарею с собой везете и все тоже пакуются все в кофр кофр на один генератор и две головы все и вы вот я с такой вещи вот это я беру с собой салон самолета обычно немного споров с экипажем до скандалов и пускают то что такие дорогие вещи не буду за в багаж правильно но бессмысленно про какую компанию говорите не я за границу летаю я по россии не летаю евро на съемке полетел сдали в багаж вот сейчас тем более можно да в сумочку такую с собой взять вы не знали багажа взяли салон соответственно пара в кофр пары я сдаю в багаж всегда единственно у меня на таможне всегда шмонают по полной думаешь передатчик такой до спутниковая антенна и так далее но тем не менее всякий раз отпускают я лечу на съемку с такими вещами мы сегодня поработаем посмотрим как они работают затем у нас сегодня будет такая интересная камера вы можете посмотреть потестить это знаменитая пендах с к 1 но тронда корпусе традиционном серебряный да такая хипсерская камера чисто конкретно сразу выделить да если ты еще батарейная ручка еще одета да эти ну я понял для солидности до батарейную ручку снять одеть сюда блинчик до 77 лим и будет очень маленькая камерка однажды с лимом меня говорю пропустили на съемку когда не пускали профессиональную съемку с лимом а ты проходи с этой фигней да ты не профессионал проходи все без проблем то есть у вас будет возможность потестировать но естественно съемку я буду проводить сегодня своей любимой камерой пентакс 645z мы тут же на экране мониторов будем все видеть как работает бронколор и как работает пентакс вводить я буду сразу на монитор через usb 3.0 значит сегодня будем снимать предметку и постараемся задать сложные условия и для бронколора и для пентакс и посмотрим как они все это вынесут ногами бить не будем да но заставим работать по полной будем и динамично вещи снимать и на длительной выдержке и так далее да совмещать пилотный свет с импульсным то есть посмотрим как все это будет выглядеть значит у нас за окном уже темно да но сравнительно темно в студии уже более менее темно значит мы можем при закрытых окнах уже поснимать на длительных выдержках будет импульс и в темноте мы будем прорабатывать уже значит так как я рекламный фотограф мы сегодня будем снимать рекламу различных продуктов до делать уже готовую картинку вы знаете что не люблю и не умею фотошопе работать вернее не люблю потому что не умею соответственно предпочитаю снимать сразу и мы сразу с вами сегодня с ними уже рекламу на вас останется положить только текст по большому счету значит у нас есть такие объекты как такой отключения чайник да с водой мы посмотрим как у нас чайник закипает как кипит да что происходит и мы его красиво отыграем все знают да что я люблю брать объекта за 390 рублей и снимать его на 410 так что прибавим стоимость ему сегодня значит ну и начнем до саму же съемку можем наши до пиарные вещи убрать теперь заставим их работать можно конечно убирать все на места и мы сейчас давайте мы нет это мы заставим работать конечно можешь не просто так это нас будет работать значит я еще ни разу не снимал сам будем импровизировать на ходу проанализируем сейчас я посмотрю на него так мы только развернем а вот это нам можно вот это вот вот сюда вот так вот так вот так вот так вот видите у нас еще он подсвечивается да жень бэклит бэклит стрип контровым стрип сверху на контровой поставь сирос значит он управляется со смартфона да можно полюски крутилочкой а можно перед заказчиком сидеть и выживаться до смартфон а прибавлю ка я мощности хобана ползунок на смартфоне сделали все вас прибавилось и так далее и все результат любой будет осматриваться на а то он должен айпаде да сидите короче мечта фотографа да а прибавлю ка я щелк о они чё так надо еще прибавить да значит мы чайничек поставили на икейский стол знаем все да что чем дороже продукт тем очень тем 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 не и фон соответственно да мы сделаем продукт дорогим хотя это что у нас polaris да это ну начинается да нас клепают сделаем дорогим китаем это ну чё а вот посмотрите видите да как выглядит и можно куда нажимать то вот на 1 с я нажму она открыт нифига себе эти пилотный свет тоже лет до светодиодный офигеть женька смотри сюда женька больше плохо себя вести буду сидеть смартфоном и те так они закрыты женька двигать сюда а чё замят так двигаем повыше поднимай чуть повыше и чуть 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 назад же так хорошо да так можно да это я вообще обленюсь тогда и так сижу не отхожу оттуда да мы мышкой жму а то вообще шевелиться перестану так сюда горшок со средней сотой стрип туда стрип туда там у тот стрип так стоит сюда повесить липту как зачем тебе горшок горшок я только что снимал у меня стрип туда я сказал куда а ты горшки не горшки а вспышки смысле жень чайник смести сюда чайник смести не на меня много спасибо да 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 я же говорил средний честно сказать включи меня вот это я посмотрю давай мы свет выключим чтобы нам видно было отъезжай куда подъехал отъезжай ниже 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 отъезжай еще туда стоп так чуть-чуть стоп стоп чуть-чуть давай еще туда поворот верни а не же поворот выключили чё делается туда 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 стоп ага ну давайте смотрите мы сейчас отыграем стрип это включай я посмотрю и на тот тоже стрип вешаем стрип на меня на меня смещай 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 ко мне поворачивай ко мне пара поверни стоп ага и смотрите да мы сейчас отыграем по утюгу этому паровозу этому да с водой посмотрим мы сейчас сначала отыграем по металлу по стеклу его по пластику я посмотрю здесь сколько 66 половина поставь просто ну тогда дитп раздвинем разбудим вспышечки все она и мы посмотрим как у нас отрисовывается чайник ну чайник мы уже шикарно отрисовали смотрите у нас получается мягкий блик по металлу видите да вот мы мы высветили сквозь пластик молочный мягкое пятно мы смягчили жесткий свет пилот сколько же один везде смягчили свет да а здесь жестко очертили видите да у нас не такой бликующий здесь пластик и мы косым светом почерпнули фактуру этого пластика у нас не отработана верхушечка да давайте мы сейчас отработаем ее я специально сейчас возьму и посмотрю куда же я должен поставить источник света чтобы отрисовать я смотрю и и и и и и и включая пилот и и и и и и стрип отработает контрревичком да мы то есть опять же делаем выводы я всегда говорю мы не светим да а мы в объекте всегда отражаем тот или иной ту или иной светов хроморучий насадка это самое главное смотрим как этот стрип отразится у нас в чайнике у нас там задненького и вот смотрите вот у меня работает только задний стрип и вот он подсветил мне верхушечку чайника видите да показал фактурку его металл и у меня подсветилась дно да сама теперь вот остров смотрим что у нас дают стрипы да есть смотрим как два стрипа между собой взаимодействует получилось жесткий блик на стекле жесткий блик на ручке и переотражение видите да вода у нас как линза работает естественно будет переотражение вот на переотражение прошло и жесткий блик у нас прошел вот по металлу и теперь нам остается подключить здесь и смотрим как в целом у нас чайник получится есть да нормально нормально а жень теперь горшок с малой сотой а блин серый фон нужен горшок с малой сотой давай мы заставим работать на пистолете сюда мы задействовала до доверим самую важную функцию просветить да она вершина плоскость у нас кипеть то все будет нас плоско никак не будет при всем огромном желании но за отдельную оплату я могу просветить и серединку вместе закачивать хочу то я говорю да легко деньги в кассу сдал работаем есть туда на низ про сам практически вот туда естественно горшок с малой сотой одевай и тебе без проводов все хорошо и мы не на черный фонбус идем на серый даша просветить все таки все много не все есть такой да и опять вы все видели что чайник у вас подсвечивается да соответственно чтобы нам зафиксировать этот цвет нам нужно поставить камеру на длительную вытяжку правильно мы поставим на длительную вытяжку и посмотрим как у нас проработает значит снимаю я джипег я забыл когда последний раз равы снимал почему потому что у камеры пенок 645z шикарный внутрикамерный джипег и если мне исправлять кардинально ничего не надо а кардинально ничего не надо исправлять если начинаю кардинально исправлять снятая значит я плохо снял студия правильно в студии я сам создаю себе условия для съемки почему я должен что-либо исправлять значит не доработал я стараюсь работать оптимально и соответственно ничего не потом не дорабатываю все так хорошо если мне нужно что какой-то техническую это сделать и так далее я сотрудничаю с лучшим ретачером россии александром челдеряном я просто говорю саша как надо делаю так делаю и все и вас никогда проблем не возникает понятно да если вдруг ему нужен раф я даю твоему раф сюда я экспортирую на компьютер джипег максимально качество на флешку записываю равы тоже но как правило равы не использую женя я в кадре вижу все опускай ниже ниже а я не ниже ниже наклон угол это малая сота о чем так сифонит опускай ниже 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 вот так еще до момента на край ставить надо будет чайник стоп-то смотри стоп же не иди сюда чайник поднимай и держи его так куда ты ползешь то и ручание где же зачем он зачем за мной ползти все так молчи женя это немалая сота эта фигня это по другим углом ставь и женя я в кадре все вижу один нормально здесь ты со светодиодом не видишь пилотный свет нормально поменяй поменяй вот сюда одень ее оттуда поставь на эту горелку со светодиодом я не вижу пилотного света через сода ну конечно же пилот выключи не сажая батареи пилот выключи мы специально разместили на край да иначе мы не увидим пятна правильно вот сюда вот так разместим все вот теперь я увижу за чайником пятнышко наша о все это я подъеду и камерой тоже а и 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 пилота кто включил выключи пилот не нужен мне давай джей ближе подъехать один же надень маску круг нет пятно нужно меньше ниже опускай пятно углом 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 наклон вот так вот оставь вот так все оставь только отъедь горелкой в кадр чуть право и давайте мы сделаем такой небольшой ореочек да еще чтобы не просто на черном фоне было совсем тоскливо до встречи ночью вышел пожирать до холодильника еще света в холодильнике запустим значит давайте посмотрим так сколько там стоит кричу издеваешься четверку для начала есть есть четверка жень четверка пускай так будет чуть выше углом поднять чуть выше и левее и четыре с половиной ставим здесь синхронизацию включи или вспышку включить для начала паша женька первый раз видит чудо такое заморское помоги он еще не прыг он не избавил хорошего техники то правее правее давайте прибавим мощи побольше да много левее выше поднять углом чуть-чуть правее чуть все чуть-чуть по чуть-чуть отъезжай чуть-чуть горелка самой нет горелка на меня отъезжай чтобы пятно больше становилось есть чуть левее мощность добавь пятерку жень пилоты выключи мне стрипы выключи евген у тебя много по у тебя много портретов все отошел выключи все мне кроме вот этой горелки не не это мне не мешает цуль чуть чуть левее чуть 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 очень далеко увидел увидено ну ладно оставь так все давайте все до засветили мы включаем все остальное смотрим что у нас получилось да и по теле посмотрим что у нас получится в комплексе так нам все лампочки нужно будет выключить потому что я поставлю выдержку чуть подлиннее да сейчас до сейчас до единственное мне нужно отражать здесь же здесь отражать смотрите я здесь поставлю отражатель вот здесь у меня не видно что за фирма до видите у меня надпись вот здесь видите у меня надпись вот здесь вот здесь надпись а здесь у меня как раз темное получается да мы вот сюда сейчас привнесем свет горизонтально разместить его ну не маленький точно подойдет только да чтоб ровный был да даме сена ну сама даже это я не вижу пока свет горит а ну ну так вот пилоты включи меня вот на этом стрипе точно смотри свет я от этого стрипа и буду брать давай ой это не пойдет вот эта фигня она она вся фактура ровно мне нужно абсолютно ровно во вот здесь вот так вот во отойди отойди Жень так крепи так крепи смотрите да мы отражательно давайте подсветим ненавязчиво нам поларис особо не платил да мы так намекнем чтобы надо заплатить мы высветим до конца потом все все мы плечок положили да я еще не наводился понятно да вот вот так вот так вот так крепи большой мы взяли потому что да там круглое все естественно круглое отражает все вокруг и чем больше мы возьмем тем больше отразим в этой круглой железке и и я теперь наконец-то могу навестись на резкость вот полови я навелся фокус пикинг стоит и мне легко наводиться есть да Жень проверяем есть чуть правее смещай Жень вот так я чуть доверни сюда нет смотри чуть-чуть оп все ага все я чуть довернул чтобы у меня более ровно высвечивался отражатель на здесь на саму картинку на ручку не не повлияет особо более равномерно будет отражатель высвечен теперь все поняли да что я сделал как все поняли да какие акценты где зачем я расставил то есть видите да теперь у нас поларис начинает светиться да все теперь теперь мы сейчас смотри резко сейчас Жень я сейчас включу ловью и на ста процентах рассматриваю уже ага сейчас поверх давай сейчас вот по низу давай стоп есть есть то есть видите да у меня есть возможность все это дело сделать абсолютно точно окончательно проверим что у нас с резкостью все все великолепно все работает ну что теперь мы готовы к съемке да потому что это была только подготовка к съемке а теперь делаем сам кадр я всегда говорю лишние полчаса потрачено на подготовку к съемке избавляет нас от сидения в фотошопе всеночного да все теперь выключаем все по команде пилот потом в самый последний момент выключишь пилот в самый последний момент на генераторе оставь по команде выключишь там у нас все выключено да все лампочки пилот выключить тот вот этот или он все на одном генераторе два стрипа все вот на это оставь пока по команде выключишь да я оставлю выдержку сейчас посмотрим ай дали может две секунды фиг его знает давайте надо экспериментировать я не знаю как светодиоды внутри светится потому что мне нужно проработать светящие светодиоды да бурление это и так далее включаем чайник да да выключи пилота мы сейчас тестовый кадр сделаем пилот выключи а пилота мне не надо уже ну вот смотрите пока видите да вот мы проработали светодиоды светодиоды вот они да которые вокруг теперь ждем закипания потому что вода будет подсвечиваться этими светодиодами потому что она будет вращаться при закипании и я уже сижу и жду а чайник когда закипит кутру закипит нет да да что ли не перекрывает только ничего там вспышку вспышка в бэклит бьет в бэклит лучше не стоит ага все и я сейчас делаю варианты да давайте я как раз вариант сейчас 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 и смотрите мы сделали технические дубли и смотрим да на начали с малого вот как только у нас пошли пузырьки эти да видите теперь у нас пузырьки стали подниматься все больше и больше стало больше и финал и смотрите оно начинает все видите синим подсвечиваться смотришь у нас длительная выдержка да синим прорабатывается все эти волнения мы само само бурление зафиксировали вспышками да а свет синий только уже с помощью само подсвет но предыдущий да получше будет ну вот он и вот смотрите мы заморозили движение и вот у нас как лед как будто да смотрите внутри довольно таки интересно получилось необычно картинка в принципе у нас готовку под петербурге покупаем жения горелку смиси слезти чуть-чуть в право фоновую а смотрите теперь я сделаю такую вещь поэкспериментирую я хочу чтобы более размыты было да езinder все волны я сделаю длиннее выдержку секунд 5 поставлю давайте поэкспериментируем раз стоит чуть-чуть экспериментируй правильно даже 6 секунд поставлю включаем чайник я самом начале сделаю пых да а потом уже буду прорабатывать а все остальное сейчас прорабатывается у нас ведь это все сейчас синим будет да по идее хрен он знает должно быть посмотрим великолепно и смотрите у нас пошло свечение да вот нам чайку эти инопланетяне привезли эти все синим начинается видеться вот это бурление воды все синяя да мы зафиксировали но она нечетко она все размыто а четко только то что зафиксировано импульсом то есть видите как можно экспериментировать и вполне интересно хорошую картинку итоговую получить правильно нам потом только останется зашопить вот этот проводок и все это проводок можно убрать за туда правильно включить свет пилот включи же проводок убери за аккуратненько же проводок за давайте раз можем это сделать да не сдвигая ничего чай не сдвигая евген лодочник были заново наводимся давайте сейчас чтобы вообще нам не нужно было до шопить ничего пара на три пары какую из них будем добавлять наводимся оставь тебе повезло все давайте готовы да можно дать эту чайничка не вижу включай махмуд поджигай все нормально все слушай как по команде до сотвор закрылся чайник перестала работать обученный чайник и вот долго перед этим били да мы смотрим вот нас картинка все мы получили вот и пар пожалуйста идет понятно да таким образом мы отрисовали получили не чешный да то есть видите да так как как можно незатейливо да сделать хорошую картинку не прибегая к фотошопу все что это возможно сделать не отходя от кассы и не напрягаясь особо да а нет самое опять же да когда вы работаете самое главное вам наработать команду будет команда будут картинки да фотошоп сам будет бегать оттуда сюда и сюда туда смотрите он ничего не успеет и мне когда будет думать и парать мне на кого-то а так команда отработала получили хорошую картинку понятно да ну что легкая пятиминутная пауза и мы снимем динамичный сюжет поставим наш сирос на контровой света который даст нам заморозку движения и с ним действие на действие на кухне до любая хозяйка может снять сейчас дадим подсказку как это сделать хорошо так значит справишься легко давайте попробуем значит а давайте сейчас единственное что не не убирай не говорил убирать давай люди по попробуют камеры можно поставлю они просто включить чтобы чайник светился да и сушится все просто чайник снять смотреть качество картинка такой до кучку нормально я чуть-чуть подниму камеру вверх можно мне нужно будет пространство даже давайте я чуть отъеду на самом деле отъеду чуть-чуть и мы сначала сделаем тест как тестовый кадр то есть мы потренируемся потренируемся как у нас отработает тоже мы в муку будем вбрасывать что-то да что в муку выбрасывает яйцо да когда готовит он мой яйцо давай будем вбивать посмотрим как у нас будут отлетать мука посмотрите саму муку я можно вот этот свет выключить правую клавишу право ага выключи пилот там горелку вообще выключи пока или пилот там выключи пилот просто выключи здесь мод выключи нет мод выключи видите сама мука вода прекрасно светится верхним светом да но но смотрите я могу чуть-чуть сделать ее светлее с этой стороны чуть светлее с этой стороны да что у нас объем был чтобы не все одинаково сейчас видите да потом кучка непонятно да сплошняком давайте мое засветим чуть-чуть не так активно вот так я смещу посмотрим что нас произойдет я стараюсь задать объем на это наша белая муке верхушки побольше возьму сюда смещу камеру соль смотри у нас много черного пространства белый белым мукой чуть-чуть сюда увеличить сторонки смотри вот здесь хорошо вот эта фигня отлетела вот чтоб фигня отлетела со всех сторон на камеру и в собака дать чуть-чуть зададим кому да фончик такой делаем на чем делаем на черном пространстве чтобы нас ничего не отвлекало то есть мы ленивые как сняли чатник на этом да так на этом же и продолжаем снимать сейчас я сейчас я пока еще выставляю все теперь а вот мы посмотрели да чуть-чуть может быть камера повыше возьму чтобы объем чеку взять евген горелку на фон с малой сотой евген горелку на на фон с малой сотой сейчас мы чтоб фонус не черный был да мы заиграем его слегка может даже не с малой сотой а может со стрипом поставить и так далее табулеточку только убрать нафиг табулеточку убрать нафиг стрип одень а ну конечно я чуть побольше взял жень стрип и надень да жень сними это поставь возьми стрип свет включай когда чтобы не в темноте возиться так выключи что делаешь то ты как нет здесь три сними стрип положи его эту горелку сними и вставь потому что мне все равно стрип должен лежать внизу понял мы задаем узкую полоску нет стоп зачем вы с пистолета уберите пистолет пистолет уберите у меня будет лежать уберите пистолет убирают это убирают это вот сюда по склада уже чуть не знаю включи включи я не знаю убери табуретку пока господи мне что нужно смотреть можно средний клавиша ага сколько мощность а смотрите мы сейчас растяжку такую задаем да не пятном а чтобы от горизонта вверх шла растяжка света подкладывать что нибудь щелкну один раз ага подкладывать табуретку подложи ты хотел ты мечта была же подложи нормально на одну ступенечку ничего не изменилось конечно еще больше наклон должен быть еще больше на верхнюю ступеньку вот еще больше вот сейчас подложи пятерку давай пятерку добавь вот так оставь отойди 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 Евген отойди границу посмотреть мы наклоняем да чтобы мне не все россиян да вот видите вот у нас пошел световой поток только частично высвечивая да он понятно что я сделал все теперь мы готовы давай нам выемку ножом будет сделать да или как вот сюда еще нас и у меня есть горка неровная у меня иди сюда хорошо и давайте мы сейчас попробуем небольшая высота только небольшая высота только на счет 3 ну вот чуть ниже вот так руку зачем еще ниже стоп раз левее чуть 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 левее раз-два-три я еще три не сказал ты уже кинула горку делаем мы пока тренируемся да ага то чтобы она сейчас яйцом все не уделать лучше потренироваться на счет 3 но здесь видите мячиком тяжелее чем яйцо раз-два-три вот постараемся может быть яйцо нам нужно будет повыше все с мячиком понятно смотрите вот я поймал как раз когда мячик вошел в да в горку вот он вошел и вот чуть-чуть начинает летать да но чуть ниже зашел так и смотри мне самое главное чуть горку сделать смотрите у меня не сюда я точно по центру да только ни в коем случае никто и мы сейчас давайте давайте да попробуем с яйцом раз-два-три раз-два-три сейчас мы яйцо уберем и заново да еще здесь много дублей можно делать но это напряжено для ассистентов я сижу и жму на кнопку они уберут все это и зачищают я об этом время пока могу чайку попить посмотрим что у нас получилось да чуть-чуть движение у нас смотрите вот руки яйцо разбиваешься да текущие и вот нам единственно поймать движение когда он влетит чуть-чуть я поздно нажал саш и на счет три только делаем не торопимся понятно мы снимаем итоговый рекламный кадр да грубо говоря сейчас я отъеду подожди не разбивай пока ничего чтобы мне больше вошло пока ничего не делаем ага готово все работаем насчет три чуть ниже раз-два-три опять саша у тебя не по центру получается у тебя сюда уходит все сюда ближе к себе еще давай вариант попробуем постарайся побольше горку чтобы меня отлетело мука российская плохо летит надо было финской убрать да там не видно горку побольше сделать сейчас моя задача чтобы мука хоть чуть-чуть чтобы отлетело да выемку чтобы чтобы выемку чтобы выемку попало иначе во старайся выемку засадить яйцо и руки занеси я посмотрю да ничего страшного нормально нормально все поехали четыре раз два три еще раз я опоздал саша я просто хотел тебе сказать чтобы сместилась ну все я думаю с последнего яйца мы у нас много есть да мы 33 скупили так что до утра можем расслабляться но я-то не напрягаюсь да вот хорошо выемку сделали хорошо больше горку и выемку саша и не спеши 3 это не обязательно сразу кидать да я просто я слежу когда он пойдет я не использую все разные лазерные да и звуковые синхронизаторы и так далее то что визуально она всегда легче отловить и ты видишь что ты хочешь поймать да нормально делаем кратер о санте попасть туда попробуй повыше да только совместить чуть так ага здесь насчет три раз два три есть да мы сняли я чай пролил смотрите да то есть у нас в принципе сложился кадр ну я чё сделал желток у копался у нас да можем еще раз попробовать видите да уже получаться вот льющиеся у нас знаете как мой контровым светом до отрисовали когда работать стрипами тонкие стрипы тонко отрисовывать всегда и вот у нас в летающая получилось давайте еще один дубль сделаем фиг узнает может получится великолепно то дело такое мы однажды скидывали в мартинку клубничку скинули с первого раза и получилась такая корона шикарная груда еще дубра порог еще 200 раз кинули ничего не получилось так что здесь элемент удача присутствует всегда вот тогда все повыше можно чуть левее повыше попробовать вот отсюда разлет был больше нормально все давай бьем раз-два-три более быстро летит нафиг помедленнее пожалуйста давайте еще я понял один раз саш 3 эта команда не тут же бросить брось да это готов все я понимаю но тут же начинает лететь я тебе буду ждать смотреть как разлом идет блин ага вот да сейчас могильник такой сделаем для из закопаем то все выбирать не будем все отлично но все я думаю сейчас с ними когда мы кидали к сковородку женщину кричащую себя видеть на фотографии там игры с первого яйца сняли света удачно так кинула в сковородку яйцо что было тут же снято все вот так отлично да все хорошо ага на счет три раз два три бля твою шумать чё такое было чё не полетела девчонки давайте разбейте его нормально там закопалась она сама закопалась он сейчас куча которых наснимаем соберем фотошопе классную картинку да там уже все ушло ага все давай ты смотри мама сверху ударила поверни просто может быть чтобы легче было разломать то что она зацепилась за это яйца не кончится магазин сколько яйцев не бери все равно бежать ларек нет отойди убери нож вот так чуть-чуть сюда оп стоп вот здесь раз два три есть все снято жалко все равно не видно нифига а он тут же закапывается там надо снизу картонку подложить чтобы он не в не вкапывался посмотрите вот ведь у нас разлет пошел такой а а снизу на положить картон очку цель на самом деле вечно доказать союз выход простой мы кладем в верхушку горки картонку и сверху чуть-чуть уже муки насыпаем чтобы и разлет был до хороший было отчего опереться муки отлететь и желток не не утонет желток нет мы выводы сделали и каждый дома это поэкспериментирует вода вся можно среднюю клавишу включить да смотрите да мы сейчас работали на таком столе можно можно изготовить на самом деле заказать изготовить доски да стыковать мы с собой у вас получается стол да может быть темного да для светлых вещей или может быть даже для темных вещей темный стол для светлых вещей светлый стол видите да у вас куча всегда есть фактуру поверхностей потому что всегда ко мне приходит заказчик он говорит а что у вас разве у вас этой поверхности нету он считает что у меня эта поверхность обязана быть соответственно у меня она есть да у меня вот за стенкой там в кладовке этих поверхностей море то есть если вы занимаетесь предметкой у вас фактур должно быть максимум понятно да у меня есть ученица Марина Аверианова вот она понабрала этих мелких фактур потому что она снимает там фрагменты еды там что-то и так далее и вот это играет фактуру в первую очередь не сам объект да как в арендных студиях да главное чтоб фончик был а какое оборудование при этом по барабану а чтоб предметку снять и говорить не о чем потому что там есть каминчик балдахинчик да телега сеном и так далее елка сейчас новый год скоро и сейчас елки пойдут люстры на фоне глаз да и так далее и все встали пара возле люстры то ли подпрыгнут то ли люстра сейчас падает на них соответственно если вы хотите опять же вы видели да что мы снимали бэклитом молочным пластиком да смягчали свет от жесткого источника света то есть этот бэклит всегда можно свернуть в рулончик и уже прийти в арендную студию которая не приспособлена для этого да потому что все снимают семейный портрет там фэшн и прочее да и для них вот это разные фончики есть потому что снимают обычно не модель а снимают фончик если желание снять фончик идем в обе в отдела боев там фончиков море ну да не в них дело непосредственно в объекте опять же когда вы снимаете сохраняйте объем потому что в жизни мы привыкли и зритель привык к объему и мы снимаем для зрителя понятно ну опять же я нашему немецкому гостю покажу ведро которым я снимал а видели да все кто был на питер фотофесте тот видел как я работал ведрами светил по модели неважно в общем то чем инструмент он может быть удобным может быть неудобным да главное чтобы он был применим и уметь им работать этим инструментом значит инструмент который бронколор я другого света пока вот не встречал который так бы работал грамотно у меня как назло случилось ну подряд три или четыре съемки выездных да и мне попадался про фото да не это он в в Продолжение следует...